Итак, с одной стороны мы выяснили, что у нас есть некоторые проблемы, некоторые трудности с задачей консенсуса. То есть мы не можем, ну то, что мы не можем принять решение, мы должны блокироваться в случае отказа половины или более узлов, это не то чтобы большой сюрприз, этого можно было ожидать, но мы показали, что алгоритм консенсуса любой подвержен лайфлоку, даже если сбоев вообще не происходит. Ну и беда в том, что алгоритм консенсуса в синхронном мире, по крайней мере, не может отличить сбойный узел просто от медленного. В этом месте он и путается. Но это все не должно нам мешать в конце концов консенсус использовать для реализации каких-то промышленных систем, для решения каких-то полезных задач. Как именно алгоритм справляется с теми ограничениями, которые мы построили, мы в следующий раз увидим. Но даже из того, что мы доказали, в принципе, уже можно догадаться, как он примерно обходит эти ограничения. Если мы говорим про половину отказов, то как алгоритмом блокироваться, когда отказов слишком много? Ну, видимо, нужно просто кворум из большинства узлов собирать. А как ему преодолевать героические FLP, то есть какие-то лайфлоки? Ну, возможно, рандомизацию использовать. Вот такие нехитрые соображения мы должны в следующий раз увидеть, как они работают в нашем алгоритме. А сейчас мы хотим поговорить о том, как вот всю конструкцию в целом можно применять. Мы хотим использовать консенсус для реализации Atomic Broadcast для порядочной доставки команд. А порядочная доставка команд нам нужна для того, чтобы реплицировать произвольное состояние, для того, чтобы сделать RSM. И давайте я вам расскажу сегодня про задачу, где RSM возникает. Но где-то возникает внутри реализации, не сразу. И тем, собственно, пример, мне кажется, и полезен нам будет. Мы сегодня поговорим про задачу реализации распределенной файловой системы. Вот в нашем курсе DFS всегда значит одно и то же. Пожалуйста, зафиксируйте. Вообще-то, мой тайный план состоял в том, чтобы дождаться, пока вы узнаете про HDFS на параллельном курсе, но кажется, он не сработал, да? Вы все еще... Через три лекции. Через три лекции. То есть мне на это не рассчитывать. Ну, хорошо. Значит, я начну тогда раньше. Мы хотим делать файловые системы и хотим делать их распределенными. Вот желание, возможно, немного необычное. Ну, мы говорили, что существуют разные классы систем. Я говорил про киевую хранилища, которые возникают при реализации баз данных. Ну, то, что база данных полезна, это само собой, естественно. Я говорил про некоторые сервисы координации, которые позволяют... Которые реализуют как будто бы атомики и позволяют строить другие распределенные системы, что, возможно, немного загадочно пока. А вот еще, например, файловые системы. Почему мы хотим делать их распределенными? Есть ли у вас какое-то понимание этого? Да не то, чтобы файловые системы в памяти живут. Они живут, конечно, на диске. Но даже и в диск в один иногда все не помещается. Конечно бы здорово иметь облака, но это как бы... Облако — это не то, чтобы одна система, но облако — это целая большая инфраструктура, где очень много разных сервисов. Поэтому мы не хотим сегодня делать облака ни в коем случае. Это непосильная задача для нас. Мы хотим сделать файловую систему. Ну и первая такая гипотеза, почему мы хотим ее сделать, потому что, видимо, у нас очень много данных. И даже в такой формулировке это не совсем понятно, что означает, потому что, ну, можно трактовать это двояко. Может быть, у нас гигантские файлы, которые не влезают в одну машину. И такое, конечно, на свете бывает. Там, я не знаю, вы храните где-то и потом обрабатываете граф интернета. Наверное, он довольно большой. В одну машину... Ну, когда-то он помещался в одну машину, можно было вот под столом обсчитывать PageRank, как когда-то в Гугле. Но эти времена давно прошли. А во-вторых, у вас может быть просто очень много файлов. И это вот как бы по-другому очень много данных. И вообще-то хорошо эти сценарии отличать, когда у вас очень большие файлы, когда у вас очень много файлов. Вот мы сегодня должны по ходу почувствовать, а где же разница проявляется. Когда исторически вообще эта задача возникла? Она возникла в начале двухтысячных, когда Google писал свою первую распределенную систему. Ну, непонятно, в каком порядке они именно это писали. Но вот статья первая была про систему MapReduce. Слышали про MapReduce? Я надеюсь. Вот, эта статья в начале двухтысячных просто поменяла весь мир распределенных вычислений, потому что до этих времен люди придумывали что-то, не знаю, какие-то ad hoc решения. А компании Google нужна была какая-то понятная инфраструктура для того, чтобы кто угодно, например, какие-нибудь аналитики могли обрабатывать большие объемы данных. И чтобы они не думали про то, что машины отказывают, диски разрушаются, что нужно перезапускать какие-то вычисления, что нужно их физически параллелить, разбивать данные. Вот все, что вы любите делать руками, вот никто не хочет этим заниматься, конечно же. Хочется диригировать это все в какой-то системе, а самим просто описать свое вычисление в терминах композиции вот таких вот операций MapReduce. Ну, что такое MapReduce, вы, наверное, знаете, функциональные операторы, которые либо применяют функцию к элементу списка, либо что-то, как-то его схлопывают, аккумулируют что-то. Ну, это в таком очень узком смысле. В MapReduce, конечно, это все гораздо шире и операций чуть больше. Но смысл в том, что вот Google придумывал систему, которая позволяла очень просто такой, с помощью таких декларативных операций, описывать свое вычисление над очень большим объемом данных. А дальше это вычисление запускалось по волшебству на большом кластере машин, в которых машины могли ломаться, могли перезапускаться, и все вот эти детали, вся эта хрупкость, она от пользователя скрывалась. Система сама все разбивала на части, параллелила и перезапускала какие-то упавшие части вычислений. Ну, и когда вы строите такую систему обработки данных, вам, конечно же, хочется иметь под ней какой-то понятный, надежный слой хранения данных. Ну, а у вас диски просто. Диски, поверх них файловые системы. Вот. И файловая система, конечно, сама может быть написана хорошо, она может переживать отказы, вот после рестарта, например, узла, ничего не терять. Но при этом диск под ней может рассыпаться. И возникает очень естественное желание. Вот на этом уровне, на самом низком уровне хранения файлов, получить отказоустойчивость, чтобы не думать про то, что диски ломаются. И что сделал Google, в конце концов? Они построили, ну, тоже в начале 2000-х, и в «Предюс» статья вышла, и статья про GFS, которую вы могли почитать. Они сделали файловую систему, которая живет в дата-центре, и которая позволяет, в общем, машинам не думать про то, что диск под ними может отказать. Ну, и на самом деле-то вы хорошо можете быть с этим знакомым, если вы когда-нибудь заказывали виртуалку в облаке. Вот вы приходите в любое облако сейчас, там, арендуете себе виртуальную машину, и вам дают, конечно же, какую-то физическую машину с каким-то настоящим процессором, который крутит ваш код. Вот. Но что будет, если эта машина вдруг умрет? Это же может случиться. Узнаете ли вы об этом? Ну, скорее всего, нет. Ну, то есть машина-то, конечно, заменит. Была одна, станет другая. Другой процессор. Но, к счастью, все данные, которые на этой машине были, они были сохранены надежно, потому что они были сохранены не на локальном жестком диске этой машины, но он, конечно, тоже нужен, но вообще-то они были сохранены где-то в какой-то системе. поверх которой вот интерфейс диска был эмулирован для вашей локальной FS. Вот. Так что мы, на самом деле, если мы умеем делать распределенные файловые системы, то нам не нужно думать про отказы дисков. Ну, а если вы приходите в облако, то просто вы получаете то, что это персистент диск. То есть он не может умереть вместе с машиной. Ну, и сейчас вся инфраструктура Google, она вот на самом низком уровне, ну, почти на самом низком уровне, как раз имеет вот такую распределенную файловую систему, в которой все можно хранить надежно. Когда-то это был GFS в начале 2000-х, но если вы статью читали, то вы понимаете, что в такой, в такой, с такой системой жить нельзя сейчас. И сейчас она называется Colossus. Вот. Это такая новая инкарнация, гораздо более надежная распределенной файловой системы GFS. Но суть примерно такая же. Тут есть одно содержательное отличие, для нас содержательное. Вот мы его сегодня как раз и обсудим. Итак, я надеюсь, что я убедил вас, что распределенные файловые системы полезны. Они позволяют нам не думать про отказы в определенной степени. И наша задача сегодня распределенную файловую систему сделать. Ну, просто задизайнить. С чего мы начнем? Ну, начнем мы с очень сложной части, на самом деле, с выбора API. То есть какие операции файловая система должна уметь? Как окажется, от этого зависит довольно много. Ну, давайте подумаем, что должна уметь файловая система. Чтобы что-то прочесть или записать, нужно сначала что-то создать. Вот давай мы скажем, что у нас есть операция create, которая умеет создать файл. Ну, есть, наверное, операция derit, которая умеет его удалить. Есть операция, которая умеет скопировать. Сложно. Куда, откуда, ну или наоборот. Все равно путаться придется. Ну, какие-то другие, может быть, операции потом появятся. Ну, это операции, которые позволяют создавать, перемещать файлы, копировать. А есть еще операции, которые позволяют, собственно, данные писать в систему. Вот. Ну, то есть писать и читать. Вот давайте начнем с чтения, потому что оно проще. Ну, чтобы читать данные из файловой системы, как правило, нужно открыть файл. Нужно получить файловой дескриптор. Да, нужно. Но сейчас это как бы, если вы понимаете, как файловая система устроена, я не знаю, понимаете ли вы, это некоторый слой как бы сверху, и он содержательный на самом деле, но для наших целей он нас скорее будет отвлекать, поэтому, конечно, дескрипторы нужны. Но давайте я буду считать, что у нас есть операция, и даже не read, она называется p-read, ну, как Cisco в Linux, которая умеет в файле по некоторому offset-o прочитать какие-то size byte. На самом деле здесь не путь, а здесь должен быть дескриптор написан, но мы договоримся, что мы в уме это пропускаем. И нам нужна операция записи. Как выглядит операция записи? Какой у него, какой у нее интерфейс? Я думаю, записать начало, а добавить в конец. Сейчас. Надо решить, мы произвольное место можно писать или нет? Вот есть два способа записывать что-то в файлы. Они отличаются тем, кто выбирает offset. Либо offset выбираем мы, пользователь, и тогда у нас получается операция… Ну, вот назовем ее пока так. А, есть альтернативный способ, когда offset выбирает сама система. Это операция append. Вот, два очень разных способа писать. И если вы читали статью… Кто читал статью для начала? Чтобы… Вот кто-то читал. Спасибо вам. Вот вы, наверное, знаете, что тут нужно быть аккуратным. И вот если где-то и ошибиться можно при дизайне файловой системы, то вот ровно здесь. И от того, какую операцию мы выберем, в смысле, выберем ли мы две операции либо одну, будет зависеть колоссальное количество вещей. Естественное желание, конечно, повторить дизайн API-файловой системы, локальной, чтобы вообще не думать о разнице. Просто сказать, пользователи – это та же самая файловая система, просто бесконечная. Но мы так не хотим делать. Это пока необъяснимо, пока у нас нет никакой точки отчета, никакого начального дизайна. Но давайте скажем, что нам эта операция не нравится. Мы хотим обойтись только аппендами. Ну, как бы два вопроса. А почему мы не хотим write и почему нам достаточно будет аппендов? Ну, мы все это обсудим. Но пока мы скажем, что аппендов у нас не будет. Это на нас не сразу повлияет, но повлияет в какой-то момент. И вот такой API мы уже хотим реализовать. Хорошо. Чтобы сделать распределенную файловую систему, нужно узнать, как устроена локальная файловая система. Локальная файловая система – это некоторая структура данных, которая живет на диске. Как-то там уложено. Диски, как мы говорили в прошлый раз, бывают разные. Бывают SSD, бывают круглые вращающиеся диски. Все они устроены очень по-разному. В одном диске там секторы и блины, в другом какие-то блоки и страницы. То есть внутренняя организация сложная, отличающиеся, свойства отличаются. Но операционная система, когда вы пишете файловую систему, вы эти различия, в общем-то, не наблюдаете. Вы работаете с абстракцией, которая называется блочное устройство. Это такое достаточно большое хранилище, которое поделено на блоки. Блоки фиксированного размера. Ну скажем, пусть 4 килобайта. И если вы в своей файловой системе храните файлы, то файловая система в конце концов должна их укладывать в эти блоки на блочном устройстве. То есть если у вас есть какой-то длинный файл, то он, безусловно, занимает несколько блоков. И они живут где-то на жестком диске. Ну или на SSD. Не обязательно подряд. Вот это был B0, это… Сейчас B… B0, это будет B1, B2, B3. Вот это ваш файл. Ну какой мы дальше должны вывод сделать? Что файловая система должна для каждого файла поддерживать информацию. Ну да, во-первых, файловая система, разумеется, должна поддерживать иерархию некоторую. Сейчас давайте я пойму, как я хочу это нарисовать. Просто иерархию имен, путей. И для каждого файла файловая система должна хранить, видимо, список блоков, который этот файл образует. У меня сбилась нотация. Наверное, я блоки хочу обозначать так, и они находятся вот здесь. Но, видимо, не только количество блоков. Наверное, еще размер хочу хранить. Наверное, какие-то атрибуты хочу хранить. И вот у такой структуры есть свое название. И это название? А? I not. Ну вот. Это части, которые должны быть в файловой системе. Ну а поскольку она вся живет на блочном устройстве, то вы должны и это дерево, и эти метаданные, и сами данные положить на какие-то блоки этого блочного устройства. Ну, скажем, если вы посмотрите на дизайн XV6, про который я вам уже точно рассказывал, то там просто есть часть блочного устройства, которая выделена под хранение блоков с данными. Часть, которая выделена под блоки данных файлов, часть блоков выделена под хранение iNode этих файлов. Ну а еще какие-то части вспомогательные там тоже для чего-то нужны. Почитайте, это любопытно. Но вот мне сейчас важно, что логически можно выделить два уровня в организации файловой системы. Это уровень, собственно, данных файлов и уровень метаданных. И наш план на сегодня — вот такое логическое разделение буквально перенести на распределенную систему. Каким образом мы собираемся это делать? У нас есть блочное устройство, локальное блочное устройство — это диск. А если мы говорим про распределенную систему, то понятно, что у нас блочное устройство — это такое, на самом деле, целый кластер машин и конкатенация всех их дисков. И уровни с данными и метаданными мы в нашей системе, вот в нашем большом кластере машин, собираемся представить как две разные подсистемы. То есть за хранение данных у нас… за хранение метаданных у нас будет отвечать подсистема, которую мы назовем мета-store, а за хранение данных будет отвечать чанк-store. Почему чанк-store? Потому что нужно блоки переименовать в чанки. Так повелось. Ну, такова нотация. То есть мы скажем, что у нас там дальше блоки в чанках появятся еще, поэтому мы будем путаться. Но вот блоки в локальной файловой системе я вот заменяю на слово чанк. И я… А? Слово data, а не слово store. Так store — это хранилище. В смысле это… Это данные, это мета-данные. А эта система, которая отвечает за хранение данных, это система подсистемы, которая отвечает за хранение мета-данных. Meta-store — это координаты? Мета-store… Ну, если мы говорим про… Если вы читали про GFS, то мета-store — это то, что назывался там мастер. Вот. Но у нас обязанности будут немного по-другому разделены, и я объясню, почему. Собственно, у меня нет цели рассказывать сейчас про GFS, потому что GFS — это дизайн, где есть единая точка отказа, и как бы это очень старый дизайн. Я хочу прийти к чему-то более разумному, а потом сравнить это с GFS и как-то прокомментировать различия. Ну вот. За что будет каждая часть системы отвечать? На мета-store будет хранить, видимо, иерархию файлов, в смысле вот само это дерево, и будет хранить для каждого пути в этом дереве какие-то идентификаторы блоков, которые его образуют — идентификаторы чанков. А чанк-store будет хранить сами чанки. И теперь нужно воспольз… Да, будут две подсистемы с какими-то, может быть, разными гарантиями, реализованные там, живущими на разных машинах. Собственно, мы хотим это как раз придумать. И вот сейчас я предлагаю нам подумать, где мы можем извлечь пользу, то есть какие последствия для нас в данный момент несет отказ от операции write по произвольному offset. Как вообще может выглядеть, если у нас есть только операция read и append? Ну, read по offset понятно, как должен выглядеть, наверное. Вы приходите сначала в мета-store и спрашиваете, вот у меня есть путь, и у меня есть offset, и у меня есть размер. Какие чанки, какие блоки я должен прочесть? И вот эта подсистема, она находит файл пользователя, находит список блоков. Она, видимо, для каждого блока хранит еще и его размер. Вот. И находит как бы перечень блоков, которые нужно пользователю читать дальше. То есть когда мы выполняем read, то мы сначала идем к мета-store и говорим… Дай нам, пожалуйста, список чанков для вот такого файла с таким offset такого размера. Получаем список чанков. Вот. А дальше мы идем, видимо, в чанк-store и их читаем. Ну, это клиентская библиотека могла бы делать, она могла бы по очереди, ну, или параллельно заказывать эти чанки на чтение и там конкатенировать их под капотом и пользователю отдавать какой-то поток байт. Но, видимо, данных-то очень много можно захотеть прочесть. Поэтому не то, чтобы мы их сразу все прочтем. Мы будем их последовательно вычитывать при фече очередные чанки. Ну, это уже какие-то понятные инженерные детали, надеюсь. Это операция read. Что у нас с операцией append? Как она должна быть устроена? Как она может быть устроена? Тут нужно воспользоваться тем, что у нас есть теперь только append. А это означает, что можно считать, что наши чанки, которые мы пишем в конце концов в чанк-store, они иммотабельны. Это вот ровно та польза, которую мы хотели извлечь. Чанки у нас не меняются, и когда мы выполняем операцию append, то мы просто добавляем в файл новый чанк. Как бы не вылезти за границу. Когда мы делаем append, то мы сначала идем в чанк-стор и говорим. Вот, запиши, пожалуйста, мне мои данные. И нам чанк-стор отдает какой-то идентификатор. А дальше мы приходим в metastore и говорим, что хотим добавить к файлу вот с таким путем вот этот наш самый блок чанк с идентификатором id, который выбрал чанк-стор. Ты чем-то недоволен? Я пока не понимаю, чем. Пока, по-моему, все очень просто. Мы сразу же обращаемся к чанк-стору. Ну, конечно же. Представь, что у тебя файловая система должна… А, тебя смущает, что мы ходим к разным подсистемам, да, сначала? Ну, что мы сначала записываем в… Ну, у нас где находятся диски? Наши диски, по сути, находятся в чанк-сторах. Ну, смотри, чанк-стор — это одна, он один, это вот подсистема некая. У нас две подсистемы. То есть мы сначала туда кладем всю дату. Да. Мы говорим, что по этому пути мы хотим добавить… Так, а, собственно, у нас же такое логическое разделение. Здесь метод данный, здесь данные. И очень странно было бы все операции проводить через мета-стор, потому что, ну, данных может быть очень много. Вот лучше разделять. Если мы… Ну, просто логически операция append — это запись нового блока на диск и добавление этого блока в список чанка… Буду постоянно путать. Запись нового чанка и добавление идентификатора этого чанка, адреса этого чанка в iNode соответствующего файла. То есть это операция, которая затрагивает в нашем дизайне две подсистемы. Ну, вот я с этими подсистемами и работаю. Ну, в конце концов, как я добавлю идентификатор чанка в список чанков файла, когда я его еще не записал? Конечно, я сначала запишу. Тебя смущает, что я хожу сначала сюда, потом сюда? Ну, у нас две подсистемы, так уж и случилось. Это же очень логично, когда у тебя есть два слоя, их логически разделить. Я не знаю, почему должно быть похоже, но мне кажется, что похоже, потому что там же тоже есть уровень метаданных и уровень данных. Так что я бы сказал, что это похоже на GFS, но… Ладно. Это операция append-read. А что с операциями create-de-read-copy? Ну, кажется, что они реализуются целиком на уровне мета-сторе. Они данные вообще не трогают. Ну, то есть, если у нас чанки мутабельные, если у нас есть только операция append, то… ну, операции create-de-read вообще простые, можно сказать. Мы создаем новый файл, создаем новую запись в мета-сторе или удаляем существующую. Ну да, но там нужно какие-то данные в фоне почистить, но не прямо сейчас обязательно это делать. Вот. Операция copy, она у нас тоже становится проще, потому что… Ну, если вы читали статью про GFS, мы это обсудим. Ну, там есть разные тонкости, довольно… ну… хитрый момент. Но у нас здесь чанки мутабельные, поэтому скопировать файл — это буквально просто скопировать его iNode. То есть скопировать список его чанков. При этом не копируя никакие данные. Это вот абсолютно бесплатная легкая операция. Или, скажем, вы можете добавить операцию к конкатенации файлов. Потому что она работает только на уровне мета-данных. А теперь давайте подумаем. Вот если у нас есть такая принципиальная схема… Да, давайте я нарисую еще здесь дата-стор, которого у нас не хватает. Вот у нас есть какой-то кластер теперь. Ну, и, видимо, это наше блочное устройство. Оно организовано так, что чанки хранятся на каких-то отдельных машинах. А мы перекладываем… То есть пока деталей никаких нет особо. Мы перекладываем обязанности, вот если мы хотим перезаписать правду. Это клиент или библиотеку? Перезаписать. Ну, мы можем удалить, создать новый. Мы можем сделать truncate. Ну, смотри, вообще-то мы хотели только добавлять в файл. Вот, это наше ограничение. И, кстати, мы породили еще одно ограничение, которого вы, наверное, не заметили сейчас. Давайте мы сейчас к нему придем неявным образом. Смотрите, есть два слоя. И мы так довольно случайно, в принципе, уже построили их API. Вот у нас есть мета-стор, который умеет листить блоки или добавлять новый блок. Чанк, с ума сойдем. А есть чанк-стор, который умеет положить данные чанка в себя и выдать идентификатор этого чанка. И потом умеет по идентификатору чанка достать собственные его данные. Две такие подсистемы. Давайте разберемся, сколько данных, ну, то есть, какого объема состояния у них будет. Будет. Ну, вот чанк-стор, он хранит физически данные всех файлов. Сколько таких данных будет? Что, каких порядков можно ожидать? Терабайт. 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 Там, не знаю, диски сейчас много терабайт. Давно уже. Конечно же, мы хотим здесь, ну, десятки, сотни петабайт. Ну, мы хотим хранить очень большие файлы или очень много файлов, или очень много очень больших файлов, неважно. Вот. Все данные будут храниться здесь. А сколько данных мы хотим хранить в мета-сторе? Ну, мы хотим хранить дерево, и мы хотим хранить списки блоков, ну, и какие-то там их атрибуты. Там, размеры какие-то, там, атрибуты доступа к файлу еще, может быть. Сколько таких данных будет? Что-то в партии еще. Что-то где-то, подожди. Я не… Я не так рассуждаю. От чего вообще зависит объем мета-стора? Там линия зависит? Сколько у нас чартов? Вот это от чего зависит? От количества… Ну, от количества чартов. Ну, я бы сказал, уж точно зависит от количества файлов. Это… Да? Сложно с этим спорить. А еще от чего? Еще от C, кажется. Что? Сколько у нас большое дерево? Ну, это есть количество файлов. Ну, там, умноженные на какую-то константу давай считать. То есть не то, что я ожидаю, что пользователи будут все более и более длинные пути генерировать. Ну, вот, количество файлов зависит, там, пропорционально размер дерева и количество анодов, которое я должен хранить. А еще от чего зависит размер мета-стора? От размера файлов… От размера? От размера файлов зависит, но как-то уж очень косвенно. Я бы сказал, от количества чанков зависит. А давайте посчитаем количество чанг. На что? Раздели. Давайте разделим. Сколько 100 петабайт, это сколько в степенях десятки? 14. 14, да? И мы делим на 4 килобайта. Много получается, да? Ну, я не знаю, посмотрите. Получается, на самом деле, гораздо больше, чем мы поделим, потому что на каждый блок нужно хранить не просто единичку, а метаинформация этого самого блока тоже что-то занимает. Так вот, раз уж мы понимаем, что объем метастора зависит от количества чангов, то, наверное, бы разумно было сделать так, чтобы чангов было, ну, на что мы можем влиять? Вот здесь вот. Но здесь мы ни на что не можем влиять. Сколько в нас записали, столько везде можем влиять. Вот здесь, как здесь влияет на количество данных хранимых, мы увидим. Но в целом, сколько у нас записали, столько мы должны сохранить отказоустойчиво. На что мы можем влиять здесь? Ну, на размер файлов, ой, на количество файлов нам влиять трудно. Но мы можем сказать, не создавайте много файлов. Это мы можем сделать. И мы увидим это разумно. А на количество чангов мы можем влиять. Потому что, в конце концов, это просто параметр нашей системы. Но вот ни в коем случае не нужно брать чанки размером 4 килобайта. Вот, давайте брать чанки размером гигабайта. Тогда и станет меньше. Вот, и... Отличный вопрос. В чем подвох? Ну, во-первых, чанков станет меньше, это хорошо. Мы так и поступим. У нас размер чанка будет, конечно, не килобайта, как в локальном жестком диске, а вот они будут большими. Но мы тем самым, каким-то образом, должны заставить пользователя писать только большие чанки в нашу систему. Но там же здесь говорит, я хочу что-то записать. И мы вот на эту запись генерируем отдельный чанк. Поэтому хорошо бы, чтобы пользователь писал большие чанки. Поэтому нужно обсудить, что это будет за пользователь, и как они будут устроены. Сейчас очень много референсов, я половину забуду потом, поэтому напомните мне, пожалуйста. Ну, в общем, если мы скажем, что... Промежуточный итог пока вот такой вот. Здесь данных очень много, бесконечно много. И этот уровень должен масштабироваться, ну, вот, бесконечно. Мы хотим добавлять и добавлять новые машины. Там будут тысячи петабайт, десятки тысяч петабайт. Компьютеры уйдут в космос, будут там работать. Этот слой неограниченно масштабируется, мы считаем. Ну, да. А что с этим слоем? Утверждается, что между ними есть очень большая разница. И хорошо бы ее сейчас прочувствовать. И эту разницу следует из их API. Вот какие мы операции хотим от метастора? Ну, вот такие, да? И какие операции мы хотим от чанк-стора? Давайте где-то... Где у нас осталось место? У нас нигде не осталось места, я не экономил. Не приклеивается. У чанк-стора две операции. Положить данные, отдать идентификатор и прочитать по идентификатору данные. Блок какой-то, чанк. Чувствуете разницу между вот этим набором операций и вот этим набором операций? Наверное, чанк-стор не говорит глобально. Ну, вот мы сейчас хотим говорить про реализацию. А реализация, она как бы следует из набора методов. Вот чанк-стор очень простая система, очень простые операции. Здесь, ну, тоже. В общем, у нас метастор — это, по сути, некоторое дерево, да? Ну, в конце концов. Дерево, где в узлах какие-то, какие-то списки лежат. И над ним операции какие? Удалить узел, создать узел, там, скопировать узел, перевести узел, ну, что-то вот такое. Добавить в узел, там, маленькую запись в конец списка. А есть такое API? Не чувствуете разницы между ними? Не чувствуете колоссальную разницу между такой системой и такой? Ну, одна легковесная. Что-то легковесная. А в чем ты, как ты их взвешиваешь? Ну, а сам тупая, да? Тупая. А при чем здесь наши лекции? Давайте подумаем так. Есть ли между ними какая-то, в смысле между тем, что я рисую на доске, и между нашими лекциями какая-то связь? Потому что если нет, то это довольно странно. Возможно, она должна быть распределенной. Нет, все должно быть распределенной. Что за фантазия? У нас любая система не должна иметь точки отказа. Ровно поэтому мы бы про JFS не говорим. Не видите разницы до сих пор. Разница в том, что здесь операции конфликтуют друг с другом. В смысле, от порядка их очень много зависит. Если мы сначала положим create, а потом drit, или drit, а потом create, но это вот немного разная история. Я не знаю, там... Delete, create, copy. Вот три такие операции, они там как-то конкурируют. Как они упорядочатся, такой исход и получится. И если мы хотим, конечно же, это дерево отказоустойчиво хранить где-то в памяти, ну, в каких-то узлах, то, наверное, эти узлы, чтобы реплицировать это дерево, должны договориться друг с другом о том, в каком порядке они операции применяют. Это мы, конечно, можем сделать совсем по-тупому. Мы можем сказать, что у нас есть одна машина, и она будет хранить все дерево и обрабатывать все операции над методанными. Собственно, с этого JFS и начал. Взяли один выделенный мастер. Но это очень простой дизайн, потому что легко писать систему, где один узел принимает все решения. Вот у него в голове все упорядочивается, и вот все в этом порядке и происходит. Это не отказоустойчиво. А если отказоустойчивость нужна, то нам нужно вот просто из набора операций эти операции упорядочивать. И очень естественно возникает RSM. То есть метастор, если данных в нем будет относительно немного, то есть если мы сможем ограничить число файлов и сделать чанки достаточно большими, то все данные метастора помещаются в одну машину. А если не помещаются в одну машину, то мы можем просто применить это к бродкасту, сделать, короче, RSM. Вот метастор — это RSM. Вот, а с чанкстором ситуация другая. Тут операции, ну, тут они не… от порядка разных путов мало что зависит. Ну, совершенно вообще неважно, в каком порядке они прилетают. Тут, конечно, логически упорядоченный пут и последующий get — это, в общем, единственное, что система должна как-то учитывать. Но внутри тут никакой RSM интуитивно не нужен. Поэтому давайте мы попробуем сейчас построить чанкстор, не умея буквально ничего. Вот представьте, что вы ребенок в детском саду, и вас попросили за дизайн чанкстор. И вот вы на это способны. Ну, то есть если вы знаете про там, что есть компьютер, и они умеют общаться друг с другом, то таких знаний вам достаточно. Начнем с очень простой конструкции. Вот, конечно, миллион деталей будет, но все же. Вот у вас есть пул машин. Это ваше блочное устройство, ваш такой огромный масштабируемый диск. Где-то рядом с ним живут, ну, допустим, три специальные машины. Это MetaStore. Вот, и внутри там RSM, который реплицирует дерево. Есть чанкстор. И в этом чанксторе есть просто узел, который, ну, если это вот как бы диск сам, то у нас будет узел, который такой контроллер этого диска. Вот к нему приходит, допустим, с операцией put. Put и говорят, пожалуйста, положи блок D. Что это? Ну, если в терминах GFS, ну, не знаю, можно назвать вот таким чанкмастером, это чанксервер чанкмастер. Что этот контроллер диска делает, когда ему приходит операция put? Ну, он выбирает для него какой-то идентификатор и должен сохранить ее на диск. Разумеется, не в одной копии. И поступают, ну, в самом найденном способе так. Так, кладут блок в трех копиях, чанк в трех копиях. Причем две из них пишут на диск синхронно, а третью асинхронно. Ну, чтобы не задерживать операцию. То есть мы ожидаем, что пока пишется третья копия, вот эти две обе не исчезнут. В смысле, что он пропускает через себя одна машина, все данные. Но так делать, конечно, ни к чему. Пусть, не знаю, он выберет, на какие машины писать, мы можем пойти уже к ним напрямую. Вот, это как-то уже можно было бы организовать. А контрольный диск это производит чанк? Ну, в смысле, мы выбрали специальный узел, который отвечает за… который просто хранит карту кластера. Он знает, где какие файлы лежат, где какие блоки лежат. Он хранит отображение из идентификаторов блока в список машин реплик этого чанка. Из идентификатора чанка в список реплик этого чанка. Он знает, где потом что искать. Да, потому что он же тоже может подводить. Конечно, может, но это же такой… Ты в детском саду не забываешь, что ты можешь еще придумать. Вот, пока только это. Но даже в такой схеме нужно уже быть аккуратным и сказать, что не нужно писать, даже стороной репликацией, не нужно писать чанк на произвольной этой реплике. Нужно выбирать реплики, которые находятся в разных стойках. Вы помните, я показывал картинки, что сервера находится в стойках, в таких шкафах. И вот шкаф — это сам по себе фейлер домейн, то есть шкаф может сам, ну, как бы отказать как единое целое. Поэтому нужно в разные шкафы класть реплики, и это называется rack awareness. То есть любая система современная, она, конечно, это учитывает. Да. Чтобы быстрее было. Ну, так просто делают, невозможно этим не потериться. у нас простые такие метабельные чанки, но у нас единая точка отказа есть. Нужно это как-то решать. Давайте задачу себе еще упростим и скажем, что вообще-то вот этот контроллер этого диска условного, ему даже не нужно вот эту информацию хранить в себе надежно. Не нужно ее помнить. Он, конечно, в оперативной памяти ее поддерживает, но запрямить на диск ее не требуется, потому что если вдруг он перезагрузится и все потеряет, то ее легко восстановить. Пусть просто каждая машина этого кластера периодически отправляет этому контроллеру специальное сообщение, где говорит, у меня есть такие-то чанки с такими идентификаторами. Ну, у меня есть чанки с такими идентификаторами. Поэтому вот эту карту, это отображение я просто могу восстановить после рестарта. Вот. А теперь я делаю следующим образом. Я добавляю здесь новых контроллеров, потому что одного мне иметь не хочется. Ну и, скажем, если я прихожу, я могу прийти записать через один контроллер, записать через другой блок, через другой контроллер, и, ну, какая разница? Эти операции не должны иметь какой-то логический порядок между собой. Они полностью независимы, они друг на друга не влияют. Единственное, что меня, наверное, может беспокоить, что я записал блок через один узел, а потом пришел читать, получил этот узел, сгенерировал идентификатор, я его получил, а потом он где-то сохранился, а потом я, другой пользователь, пришел читать файл, читаю этот блок слэш чанк, читаю его через другой узел контроллер, а он ничего про этот чанк не знает. Страшно ли это или нет? Ну, во-первых, он рано или поздно узнает, потому что все узлы отправляются по списке чанков периодически всем контроллерам, поэтому рано или поздно у них наполнится это знание. Ну, или эти узлы могут еще как-то более активно друг с другом общаться в таких случаях. Но даже если что-то зависнет на некоторое время, кто-то сломается, полежит, потом поднимется, то все равно задача простая, потому что и венчури все сойдется, потому что вы реплицируете здесь очень простую структуру данных, которая называется G-set. То есть это такой растущий сет, в него только добавляются новые элементы, и все. И его очень просто реплицировать. Не нужно ничего упорядочивать, просто он как бы сам по себе, ну, просто набирая все запросы, мы восстановим саму структуру данных. Да? Ну, в смысле, каждый узел это просто хранилище чанков. У него есть операция «Запиши себе новый чанк с таким идентификатором». Ты беспокоишься про то, что идентификаторы могут совпасть, но они же глобально уникальны. На то это игуиды. Глобально уникальные идентификаторы. Генерировать их распределенные это простая задача. То есть, когда ты получаешь блок, ты просто генерируешь случайную строчку, которая будет глобально уникальна, и под ней записываешь чанк на диск. Ну, вообще, можно вычислить хэш-блок и сделать его идентификатором. В коллизии хэша ты не веришь, конечно, как разумный человек. Вот. Так что эти реплики не будут сходиться, постановиться, они не будут синхронными. но и бродкастам никакой не требуется. Они просто будут периодически получать хардбиты с списками чанков от каждого узла своего и наполняться вот знанием. И это здорово, потому что atomic broadcast или задача консенсуса нам ограничивают отказоустойчивость. Мы знаем это. И вот чанк мета-стор, он переживает только отказ одного узла из трех или двух из пяти. А чанк-стор переживает сколько отказов. Но он может пережить сбои всех вот этих узлов контроллеров условных, кроме одного. Пока хотя бы один жив, система продолжит работать. Вот. Ну, конечно, у вас контроллеры не резиновые, в смысле, через них все-таки много запросов проходит. Если стало слишком много, возьмите, заведите новый полумашин рядом и своих контроллеров рядом с ними. Так, чтобы все шардировалось. Потом посчитайте хэштаблок и выберите, куда вы пойдете, сюда или сюда. Так что здесь все масштабируется супер просто, супер горизонтально. Вот. И никакого консенсуса отомик-бродкаста там не нужно. Он нужен только в RSM. А в RSM, ну, вы здесь и беспокоитесь за то, что у вас очень много файлов, очень много чанков. Я поэтому и начал с того, а что значит большая файловая система? Ну, вот, много данных, большие файлы хранить мы в ней можем легко с таким дизайном. А вот очень много файлов мы хранить в ней все еще не можем, потому что они переполняют память нашего RSM. Да? Окей. Что мы сделаем дальше? Дальше мы, наверное, заметим, что вот хранить три копии это в современном мире не очень разумно. И вспомним, что у нас чанки и мутабельные. Это очень приятное для них свойство. Вот умеете ли вы хранить данные эффективнее, чем в трех копиях? Ну, конечно, вы хотите переживать отказ двух дисков в этом кластере. Ну, ладно. Хотите двух, а что, если третий умрет? Конечно же, это проблема, но вы просто не верите, что они три умрут сразу одновременно. Поэтому, если умрут два, то контроллер перестанет получать уведомления о том, что живы все три копии каких-то чанков. Если он увидит, что какие-то чанки сейчас находятся в двух копиях, то он дореплицирует его дальше, чтобы сохранить три копии. Но вот Google пишет, что сразу так делать не нужно, что постоянно в сети что-то флапает, поэтому не нужно сразу бросаться реплицировать, потому что много места потратится или силы потратите. Лучше немного подождать, если за некоторое время машина не вернется, то можно считать, что она потеряна и файл не потеряна. Ну и вообще такая конструкция даже толерантна к повреждению файлов на диске. То есть сам диск может как-то сбоить, но тогда если вы храните вместе с блоками их чексумы, если вы просто в качестве идентификатора блока идентификатора чанка используете его хэш, то вы можете прочесть файл с диска, проверить, что хэш совпадает с ожиданием. Если не совпал, то сказать, что вот у меня больше чанка нет. Так что это все можно починить. Что с репликацией? Можно ли лучше? Можно ксоры проявить. Ксоры? И чекчанка чтобы восстановить по ним. Не для этого люди учатся в университете. В университете они учат что? Коды коррекции ошибок. Да? Коды Риде Соломона. Не учите коды Риде Соломона. А могли бы. То есть смотрите. Да. Вот вы выросли. Вот сейчас вы уже выросли. Ну потому что все, что мы придумали абсолютно тривиально. Да? И оно масштабируется. Вроде бы здесь все честно. В современном мире у вас есть выбор. Что вы хотите? Вы хотите хранить три копии и ну это простая конструкция и данные потом быстро читаются. Или вы хотите место экономить? Вот можно делать чуть разумнее. Представьте, что у вас есть блок ну сейчас у вас есть блок чанк чанк вы делите его на кусочки блоки и говорите а пусть каждый блок это коэффициент многочлена над конечным полем. Ну это сейчас ничего сложного не произошло пока. Ну просто взял строчку чанк разделил ее на символы в блоке. Каждый символ это элемент конечного поля. И говорим теперь вот значит наш чанк это многочлен. Давайте вычислим его в разделили его на шесть кусочков и посчитали его значение в девяти точках. Вот. Получили девять кусочков новых. Вот. И утверждается, что мы можем пережить теперь ну и сохранили эти девять кусочков для одного чанка где-то по кластеру. И утверждается, что я могу потерять три кусочка теперь и при этом интерполировать многочлен все равно. То есть восстановить данные. Ну правда ведь? Вы можете интерполировать многочлены? Вы уже... А что значит по шести точкам? А? По шести точкам на шести. Ну у нас многочлен степени шесть. Ну у нас же как бы у нас блок у нас чанк делится на шесть кусочков шесть блоков это коэффициенты многочлена. Вот. Мы считаем его в девяти точках а потом умеем восстанавливать по любым шести. Итого мы можем хранить сколько? С избыточностью в полтора и переживать много отказов. Ну конечно так делать не стоит потому что чтобы прочесть хоть что-нибудь вам теперь нужно интерполировать многочлены. Это называют... Ну как бы люди просто делают умнее. Они могут так же... Это называется кодрида Соломона и можно делать так чтобы исходные блоки сохранялись. То есть тоже получить в сумме девять блоков но так чтобы шесть из них были равны исходным. А три это некоторые чексуммы. А дальше можно из любых шести из девяти восстановить все. Кажется, что в продакшене применяют немного другую конструкцию не кодрида Соломона уже. Ну в общем такое название коды с локальной реконструкции и у них overhead 1.33. Ну то есть вместо трех копий вы храните там в 1.33 раз больше данных физически чем храните логически но ценой того, что иногда вам нужно что-то пересчитать. То есть вы обмениваете диски на расходы на вычисления некоторые. Она по-моему либо 3 либо даже 4. То есть она выше чем тройной репликации где мы переживаем 2. Вот можно делать так. Это в общем случае называется это не коды с коррекцией ошибок потому что в коррекции ошибок в этой науке у вас есть строчки и там символы меняются некоторые. А у нас символы пропадают. Поэтому это называется где бы это написать все вроде жалко стирать это называется Erasure Codes вот если вы гуглите то гуглите так ну потому что у нас некоторые символы из строчки стираются машина пропадает с ними нужно их восстановить. Хорошо тогда можно перейти к GFS в чем разница с GFS этого дизайна и GFS но утверждается что этот дизайн лучше потому что он в нем нет точки отказа в GFS есть единая точка отказа это мастер который хранит что? Ну он хранит так же как наш мета-стор дерево он хранит так же как наш мета-стор стойте стойте стоп стоп шутка пропадает же потрясающая невозможно ну в смысле это не шутка это конечно такой проектор пригодился жаль что его с нами нет ну в смысле что его включать долго смотрите мы сделали файловую систему она называется допустим google file system или как-то по-другому называется ну в общем файловая система с очень большими файлами и у нас была проблема что мы хотим в нее только аппендить большими кусками как нам с этим жить ну во-первых у нас был мы предюс а мы предюс он просто работает ну это бач обработка данных мы делим наши данные на какие-то большие куски отдаем их разным машинам и они их просто молотят подряд и пишут на выход большие куски тоже вот с мопридюсом все хорошо это хороший клиент вот а дальше ну вспомните прошлый прошлый семинар там мы говорили что у нас есть диск и он плохо умеет работать со случайными записями он работает хорошо с аппендами вот и если у нас есть диск с аппендами то поверх него можно сделать кейверю хранилище вот мы делали lsm помните там был лог плюс memtable который дублировал лог в памяти а потом мы заполняющийся memtable сбрасывали на диск в диск с тейблов и сортировали сливали и так далее и было то есть у нас был лог для аппендов и сортированные таблицы иммутабельные из этого получалось вот lsm кейверю хранилище так вот давайте возьмем теперь распределенную файловую систему и построим его всем на ней и мы получим то что называется google bigtable это третья система которую google написала что-то уже нужно стереть а где стерка вот она вот это масштабируемое кейверю хранилище которое реализовано просто как lsm поверх распределенной файловой системы там правда есть некоторая трудность в нем а кто собирается собственно чтение и записи обслуживать ну то есть нужно какие-то машины выбирать которые добавляют лог координируют операцию но это можно решить а все данные то есть физические данные этого bigtable представлены как lsm поверх распределенной файловой системы и там вы можете хранить уже ну вот сколь угодно большие файлы и пишите вы только последовательно опять вот ну и видимо много файлов вам тоже не нужно но вообще это проблема и это проблема с которой столкнулся и gfs и столкнулся скажем яндекс в свое время который тоже написал свою реализацию producer и gfs тоже с одной машиной но вы живете живете и вдруг ну просто в одну машину больше все не помещается слишком много операций в MapReduce слишком много файлов и вопрос вас их вроде бы ну как бы дефрагментировать строить большие блоки но все равно становятся очень много и в одну машину больше не помещается так что дизайн gfs в котором бил только один мастер который хранил и мету который хранил все методанные это не то что точка отказа одна это еще и ограничение масштабируемости. Вам нужно этот слой масштабировать. Наше отличие с GFS не только в том, что у нас RSM, а в том, что мы еще часть задач перенесли. Вот у нас MetaStore и в GFS Master хранит также, ну и тот и другой, хранит дерево и вот эти iNode. Но в GFS отображение из идентификаторов блоков, из идентификаторов чанков в список реплик хранится тоже на мастере, потому что он за все отвечает. А мы эту задачу здесь отделили в ChunkStore. Получилось, по-моему, разумнее. Ну, потому что, как бы, этот слой масштабируется гораздо легче. Зачем это все в MetaStore пихать? Если вы посмотрите, скажем, на дизайн, придете в Яндекс, там есть система в IT, то она похожа на распределенную файловую систему, но это не только распределенная файловая система. Там, с одной стороны, как бы, да, дерево, там в этом дереве файлы и таблицы большие схематизированы, то есть там колонки, строчки, но при этом это еще и плюс сервис координации. Так вот, там методанные тоже разделены на два уровня. Вот кажется, что дерево хранится, ну, по крайней мере, хранилось, ладно, на одной машине, а вот уже там карты чанков, это чуть более низкий уровень, потому что все чанки в одну машину не влезают, их слишком много. В смысле, информация обо всех чанках, запихивать ее в одну машину слишком сложно становится. Да. Вот же они. RSM, да. В том, что в GFS это одна машина, а если она умирает, то GFS недоступен. А в GFS там вообще же были реплики, по сути, мастера. Ну, это полное барахло, они асинхронные, эти реплики не синхронные, там может не быть часть апдейтов. Хорошо, машина умерла, ты включил эту, а машина, ну, не знаю, как бы, у тебя простое, у тебя система не работает некоторое время. А если ты пытаешься делать это на лету, а что будет, если ты включишь новый мастера, старый друг запустится? Ну, это куча проблем, которые не решаются. GFS, поэтому нет, там есть точка отказа, и починить там может только человек, который понимает, что произошло, а может и не понимает. Вот RSM-у не нужен человек. Да, RSM-у не нужны люди, он способен переживать отказ вот меньше, ну, любого меньшинства узлов, продолжая обслуживать операции, да. А у нас, получается, проблема, что чанки могут не вязать в контроле, да? Сейчас. Ну, смотри, у нас метаданные, это дерево, это айноды, их по количеству файлов, и плюс еще количество чанков, ну, в смысле, количество идентификаторов чанков. Их довольно много, этих чанков, и можно их записывать в одну машину, а можно этого не делать, вот мы как раз этого не делаем. GFS это делает, он все хранит в одной машине. Поэтому ему просто, но, с другой стороны, он не резиновый. Сейчас. А, то есть у нас контролируют чанки в сторону, они никогда не хранят все, да? Нет, они-то могут хранить, но если у тебя вдруг чанков слишком много становится, и тут не помещается в память или слишком большая нагрузка, ты просто берешь и вот эту штуку дублируешь, и ставишь так уже рядом, и говоришь, что часть чанков хранится здесь, и часть чанков хранится здесь. Вот, поэтому здесь все горизонтально масштабируется. А мета-стор получается, она управляет, у нас управляет того контролера? Мм? Нет, мета-стор. Мы, собственно, здесь это делали. Мы приходили к мета-стор, говорили, вот у меня есть файл с таким путем, я хочу из него прочесть такой диапазон, я получаю список чанков, а потом иду вот на этот уровень к чанк-стору и читаю эти чанки дальше. Это остается проблемой, что они могут не вязать мета-стор. Ну, списки чанков. Так я не храню в списке… А, сейчас. Прости, я последние пять минут, наверное, говорю ерунду. Я не храню в мета-сторе отображение вот это. Запутался сам. Вот это, вот GFS это хранит в мастере, а мы не храним. Потому что тут еще даже не то, что список машин, тут еще список, ну, если мы делаем эрежен-кодинг, то это вот еще более богатая информация. То есть для каждого чанка у нас еще там есть 12 маленьких кусочков, которые где-то разбросаны, которые нужно там как-то еще восстанавливать в фоне. Вот этой всей работой мастер не занимается, к счастью. Ну, в смысле, вот мета-стор не занимается. Этой всей работой занимается вот этот уровень хранения данных. То есть у нас, когда мы говорят по ID, мы заходим в мета-стор как раз и узнаем, по сути, машину, за которой у нас есть в заре, как правильно? Мы, нет, мы не узнаем машину, мы узнаем список чанков. Да, где, собственно, есть чанки. Нет, мы узнаем список чанков. Список идентификаторов чанков. Про машину мы здесь ничего не знаем. Потом мы уже идем в чанк-стор, который хранит эту информацию, где чанки хранятся, на каких машинах. Ну, я его называл контроллер, контроллер диска, но неважно. И он уже, да, скажет, где нужно их искать, эти чанки. Хорошо. А в чем у нас преимущество перед EFS? Ну, в том, что мы не пихаем в мета-стор, который не резиновый, в котором все должно умещаться в память, в одну машину. Не пихаем очень много данных. Мы их вынесли в другой уровень. Да, это мы храним, а вот это мы не храним. Ну, еще раз, три составляющих. Раз, дерево. Два, для каждого файла список чанков. Три, для каждого чанка список машин. Вот последнее мы уносим из мастера, из мета-стора в чанк-стор. Ну, потому что логически вот этот уровень, он занимается всей этой репликацией, восстановлением, сборкой мусора. Хорошо бы отделить. А какой инструмент осталось все равно на то, что мы чанк-стор что-то положим, достанем или достанем? А, в смысле мы положим сюда, а не достанем отсюда. Здесь мы разы которые выходит. Да практически сразу нам стало все равно, потому что мы готовы ретрайдиться здесь. Ну, то есть ивенчури эти копии сойдутся про свои знания о списке набора чанков. А откуда мы взяли ID вообще? Вот да, да. Значит, до этого был пут, мы же не могли его выдумать. Вот, так что нам просто нужно подождать некоторое время. Ну, то есть мы готовы это терпеть, такие вот странные ретраи, потому что мы уверены, что реплики как бы синхронизируются друг с другом как-то постепенно. Но это не требует консенс, это не требует бродкаст. Ладно, я потратил, наверное, все время, но я еще не все рассказал, что странно, конечно. Или не все время потратил. Ну, я, как обычно, отпускаю всех, кто хочет бежать и дорасскажу все-таки про GFS, потому что в чем еще отличие от GFS? Ну, оно с самого начала-то было анонсировано. И, ой, стойте, я же про Bigtable так и не рассказал до конца. Ну, вот очень много всего. Есть DFS, строим DFS, поверх этого, если мы знаем, что такое LSM, можем устроить распределенное большое киеварио-хранилище. Так вот, в прошлый раз я вам говорил, есть LevelDB, стандартная реализация LSM, такая, локальная, на одной машине. Я написал Google. Вот Google, она не нужна. Google сделал LSM поверх DFS, а потом мне написали код для маленькой локальной файловой системы, выложили его. Вот, а теперь поверх, ну, этот код форкнули, сделали ROXDB в Фейсбуке, и теперь любая система, которая использует хранилище на диске, использует ROXDB, потому что когда-то в Google в начале двухтысячных решили сделать LSM поверх распределенной файловой системы. Смысла потом никакого нет, просто история так сложилась. Но имейте в виду, откуда этот LevelDB пошел. То есть он, кажется, Google сам по себе не нужен. Они его написали просто подарок миру, подарок всем нам. Теперь возвращаемся к GFS. В чем разница была с GFS большая? В том, что GFS позволял писать, перезаписывать диапазоны файлов. И если вы читали статью и разбирались, это реализовано душераздирающе просто. Ну, то есть дизайн не обладает никакими разумными гарантиями. Здесь мы постоянно пользовались тем, что у нас что-то иммутабельное. Ну, скажем, вот вся эта конструкция, она работает, потому что данные иммутабельные. Все очень легко становится. А в GFS не так. В GFS вы умеете перезаписывать чанки. Ну, конечно, у вас операция не в том, чтобы перезаписать чанк. У вас операция в том, чтобы перезаписать диапазон файля. И эта операция, вообще говоря, затрагивает несколько чанков, ну, потенциально, потому что пользователи про границы чанков, про эти швы, ничего не знают. И что происходит в GFS? В GFS перезапись каждого фрагмента, каждого чанка, перезапись каждого чанка — это отдельная операция. И вот если у вас уже есть перезаписи, то у вас чанки не иммутабельные, и операции записи нужно упорядочивать. Но вы же не будете делать RSM для каждого чанка, вы с ума сойдете. Вот. И вы не заставите мастер упорядочивать все записи во все чанки, потому что он тоже лопнет. Поэтому что делал GFS? GFS говорил, что пусть у каждого чанка может быть свой собственный, ну, он назывался primary. Вот у вас есть чанк, и для него есть некоторые primary. Это primary — это один из узлов, который этот чанк хранит. Ну, скажем, вот, у нас primary для зеленого чанка, вот пусть вот он. И все записи, которые этого чанка касаются, обслуживает этот primary. И он внутри назначает логический порядок этих записей, просто нумерует их. Почему это плохо? Ну, это плохо по самым разным причинам. Во-первых, что делать, если primary умрет? Чего? Ну, нет, дождешься ты. А что дальше-то делать? Предназначить новый. Так у этого primary старого была какая-то история. Он выдумал уже записи, там, десяти чанков. Какие-то из них сделал. Вот была история с десяти записей. А новый primary может знать про какую-то часть этой истории, про какой-то префикс. И ему нужно с чего-то начать. В итоге непонятно, с какого места он начнет. То есть внутри одного primary есть история апдейтов, история записей, а между несколькими primary общей истории уже нет. И это большая боль. И это боль решает RSM, и он будет решать ее через одну лекцию. А пока вот в статье про GFS написано, ну, там, что-то, я так и не понимаю, что написано. Ну, в общем, ничего вроде разумного. А есть еще одна неприятность. Она прямо вот очень неприятная неприятность. Она про то, что наши записи не атомарные. Вот пусть у вас есть файл, и пусть в нем есть граница чанков, и пусть есть две записи, которые перезаписывают вот такой вот диапазон. Есть запись первая, ну, нет, запись вот такая вот, V, которая пишет туда A. И запись V', которая пишет туда B. Вот эта запись, она может быть маленькая очень, но она просто попадает на границу чанков. Если две записи, ну, они конфликтуют друг с другом, нужно выбрать порядок. Порядок выбирает primary. Primary тут, кажется, два. Primary вот для этого чанка и primary для соседнего чанка. И что же получается? Что, ну, клиент, который пишет A и пишет B, отправляет свои записи и primary чанку A, и primary чанку B. Прямо сейчас. И primary вот этого чанка, и primary вот этого чанка. И каждый из этих primary выбирает порядок этих записей. Беда в том, что этих primary 2, они абсолютно независимы друг от друга, и P1 выбирает, что у него сначала случится запись V, а потом V'. А у primary 2 сначала случится запись V', а потом V'. И что получается? Что в итоге, когда вы пишете с одной стороны вот этот кусочек файла A, другой кусочек B, в файле после этого написано вот здесь какая буква? B, а здесь написано A. Вот вы оставляете файл в таком состоянии, что вообще не очень похоже на разумную гарантию, и очень сложно представить себе программу, какое-то приложение написано, например, такой файловой системы, которая использует эти перезаписи. То есть она пишет, конечно, что-то, но, не дай бог, конкурентно. Так что, что сделал Google? Ну, во-первых, они уперлись в лимит по количеству файлов, но вообще там в разные лимиты, и им пришлось состояние шардировать. Вот они пишут в своей статье, про которую, про эволюцию GFS, что им приходилось этот мастер оптимизировать, 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 и это для них очень странное явление, что они оптимизируют одну программу. Они привыкли заменять просто одну программу на копии, программу на разных узлах. Вот с мастером это было сложно сделать, потому что нужно решать сложный консенсус, там, Atomic Broadcast, RSM, на заре времен это не умели делать. Но зато Google написал GFS в нескольких человек за год. Вот ровно поэтому GFS такой. Ну, а дальше, конечно, они, во-первых, уперлись, а во-вторых, ну, просто им нужна отказа и устойчивость. И после этого они придумывали новую версию GFS, она называется Colossus, и он так называется, потому что вот на нем выстроено все остальное. Ну, вот, как бы это такая очень низкая абстракция на уровне дата-центра, и поверх него строятся уже какие-то более сложные распределенные системы, более высокоуровневые, как бы опираясь на GFS, как на надежное хранилище данных. И когда они дизайнили Colossus, то решили, что Riot им больше не нужен. В смысле, Riot, который берет оффсет пользователя. Они оставили только Append, потому что, ну, не работает это. Нужно гораздо приятнее работать с мутабельными чанками и только добавлять в них что-то. Вот такова история. Тут, на самом деле, можно бесконечно про это рассказывать. Я бы советовал пойти либо в Google, либо в Яндекс и почитать изнутри, как это работает, и воспользоваться. Но если вы пойдете в Яндекс, то это практически неизбежно с вами случится, потому что более-менее внутри данные все хранятся в системе УАЙТИ, которая как раз реализует там и MapReduce, и распределенную файловую систему, и там сервис координации, и там все вместе. И как раз key value там поверх этого всего есть. То есть тот же самый дизайн. А вот в Google, к сожалению, статью про колоссус не написали. Вот они написали про GFS старую. Она сейчас совершенно не актуальна, ну, только для образовательных целей. А про колоссус только изнутри можно прочесть. Да и никто не всякий стажер сможет. В смысле, не всякого стажера пустят читать такие дизайн-доки. Ну что, на сегодня тогда все. Если у вас остается вопрос, я готов на них ответить. Конечно же.